Ага, так же Ты же с электровелосипедом соперничаешь, ну куда тебе? Это же Icon Beat Вот, розыгрыш такого же велосипеда состоится в сентябре И для участия надо просто перейти по ссылке в описании к этому видео Ему понравилось, он увидел офшоры, осликов, высадился Произвел здесь все свои грязные дела и уплыл Делали вот так Мне срочно надо там бродерствовать Бродерствовать? Ага, миски-пикасек! Срочно не надо так делать, вложил все деньги в квартиру и приехал сюда Сказали, ребята, у вас сутки и уебывайте отсюда За проблему у нее с жопой Маршрут запомни просто Мы учимся по волнам На чудный дальний остров Назваем хуя Хочись оно хуя Всем привет на этом канале С дебильным названием и картамом ведущим Сегодня у нас Северный Кипр Северный Кипр Частично признанное государство Ну как частично Одной страной Турции Ситуация вроде как похуже, чем у Крыма Там хотя бы Никарагуа с Венесуэлой подсуетилась По идее о Северном Кипре мало кто вообще что знает По количеству сведений о нем он застоял где-то между Гагаузией и Крокожией Первое правило клуба Не упоминать о бойцовском клубе Тоже мне тайна Первое правило Это когда прилетаешь на Южный Кипр Никогда и никому не говори Что едешь на Северный Ох Прилетаешь ты значит в какую-нибудь там Ларнаку С шенгенской визой проходишь паспортный контроль Садишься в машину и дуешь сразу на Север Там между ними будет еще один КПП Но там даже штампа не ставят Просто паспорта посмотрят И все Мы с Дынечкой сняли квартиру И ближайшие две серии будем вам показывать окружающую непризнанность Даже у местных спросил А с хера ли вообще Северный это Кипр? Все же на Южном тусят По сравнению знаешь с другими странами Здесь плюсов больше То что здесь мало народу Наоборот для людей которые всегда переезжают Пытаются здесь развиться Очень-очень большой плюс В плане отдыха конечно мы можем уступать той же Турции В Южном Кипре даже если сравнивать Там нету таких классных отелей Которые работают именно по системе all inclusive По турецкой системе Но здесь для туристов интереснее Потому что история Кипра она намного богаче Особенно когда ты прилетаешь через Ларнаку Ты можешь путешествовать по обеим частям При этом ты живешь в классном отеле по системе all inclusive И тебе весь Кипр открыт Пожалуйста путешествуй Просто вольная земля Вы только вдумайте Здесь никого не волнует происхождение тех денег С которыми вы сюда поехали Никто не лезет в вашу жизнь и в ваши доходы Ну и нет экстрадиции Я вам расскажу об одной высокопоставленной особе А моя-то почувствовала себя королевой В типо ютских апартаментах На трон села На трон села Пусть еще два кусочка А ты не ловнешь там у меня? Ходить Делай сюда Пусть еще два кусочка Любой выход в свет в нашей семье Начинается всегда с одного и того же Такого дяди племянница А вавилоны на голове устраиваешь Понятно говорю Ставь простой лайк Если тебе как мужику знакома эта ситуация Тигрица моя Вот это веселье Познавательная страничка Краткая история города Фомагуста Куда мы направляемся Фомагуста это восточное побережье Гипра Плыли тут англичане во главе с Ричардом Ливиное сердце Ричард Ливиное сердце Ему понравилось Он увидел оффшоры, осликов Высадился, произвел здесь все свои грязные дела И уплыл Ну как уплыл Ему просто здесь не очень хороший прием оказали Он сказал Блин, ребят, вы охренели Я вообще вас тут всех захвачу Им и реально завоевал и Никосию И Фомагусту Цверк здешнего церка Потом перепродал этот остров кому-то еще И так образовалось Кипрское королевство Потом крестоносцы отсюда ушли И Фомагуста стала просто раем среди земноморья Потом какая-то турецкая осада Но самое, короче, интересное началось уже с тех пор, как вот началась вот эта конфронтация между турками и греками И пла-ла-ла-ла-ла в 70-е годы Кипр на тот момент, да и сейчас тоже населяли и турки и греки В 74-м году президент Макариус был свергнут организацией ЭОКА Впоследствии признанной террористической Ну и турки ввели свои войска для защиты турецкого меньшинства Турки, а это с их стороны называлась миротворческая операция Греки же это называют турецким вторжением Ввели сюда танки Уже появилась угроза бомбардировки И вот в Фомагусте события развивались так Греки в Фомагусте населяли благополучный и райский район Вароша Ах, какая была Вароша раньше Ну вот как Россия при царе Тут были сотни отелей, полная Дольчевита Сюда даже Бриджит Бордо приезжала И вот в 74-м году лафа закончилась Грекам сказали А с собой берете только то, что можете унести на себе Я бы много лафа себе унести Я бы унесла просто все, что у меня было Ты что, кунтыква что ли? Все, весь дом на себе уноси И 28 тысяч греков быстренько эвакуировались отсюда И в городе осталось только 8,5 тысяч турков И больше никого Турки вообще не долго думая Через три дня вообще просто взяли его и закрыли И закрыли навсегда Там где-то порядка 100 гостиниц То есть вот всякие отели А один отель даже открылся вообще за три дня до всех этих событий То есть, ну, такое отличное капиталовложение получилось Бетский журналист, которому удалось туда попасть Рассказывал, что прямо обеденные столы остались накрытыми В прачечной белье повешено То есть город просто взяли и отрубили от жизнедеятельности И в общем, сегодня мы в этот славный городок и отправимся Во всех крупных городах Кипра, как северного, так и южного Большое количество африканцев Справляют свои свадьбы, работают за зывалами в ресторанах Но это не беженцы Беженцев на севере нет Беженцам же пособия нужны, а их выплачивает только юг Принадлежащий к Евросоюзу Валерий Непомнящий создал самую лучшую команду Это ведь был ваш самый большой успех Это был самый большой успех во всей нашей карьере Я ж говорил, что ты чумазы играть не можешь Чего вы там не помнили? Валерий Непомнящий был советским тренером в 90-м году Приветствующий Камерун к самому большому успеху на чемпионате мира Чувак без ошибки сказал слово «Махачкала» У нас периодически бывает такое, что кто-то приплыл на лодке и так далее Их отправляют обратно в Турцию Потому что северный Кипр не выплачивает никаких пособий Тем, кому удается все-таки прорваться через буферную зону Оказывается, на южной части И, к сожалению, например, на южной части стоит острый вопрос Ну, в общем-то, турки как зашли в город, так и превратили это все Максимум в Стамбул, минимум в Анкару В общем, вот этот квартал Вороша Закрытый, ну, вот это еще те места Мы идем, куда еще можно зайти Дырка вон, можем залезть туда Слушай, почти все говорят, что здесь срок дают за проникновение на закрытую вот эту территорию Честно говоря, хотелось бы завтра с Кипра улететь И, может быть, хотелось когда-то еще в него вернуться Я хочу туда залезть Как я уже говорил, за один день греки в полном составе оставили Ворошу Город стал полностью турецким Скажем им прямо в харю, руки прочь Слышь, черчок свой, что-то прям в харю В харю, в харю, в харю И такие взяли, вот так Чертили И давайте-ка отсюда Вот это у нас стоять будет, гадали И мужика в будку посадим Чтобы никого не пускал Такие города, как Фомагуста, я называю сухими Желтые, словно высохшие на солнце С массой каменных археологических строений А, кстати, вот, считается, что действие пьесы Отелло Шекспира Происходило именно здесь Ну, еще бы, конечно, при таком количестве африканцев На самом деле, в Отелло Фомагуста вообще никак не фигурирует Но в те времена, в средние века Фомагуста, это был самый главный, самый известный кипрский порт Болелось ли ты на ночь, где Димона? Ну, соответственно, как-то идентифицировали, что события Отелло происходили именно здесь Пошли Туда ходи, туда не ходи Туда сходи, потом иди назад А кроссовки кто мне купит новые? Вот, ну, на самом деле, вход туда платы, по-моему, 2 лиры, это немного Но, тем не менее, визуально замок Отелло ничем от остальной части, вот, старой Фомагуста не отличается Ну, может, там, в каком-то отдельном углу замка поставят вот этого Отелло, там, душащего Дездемону работы, мадам Кюссо Ну и все Молилась ли ты на ночь Дездемона? Квартал Вороша опустел Так возник город-призрак посреди Фомагуста Согласно резолюции ООН, попытки заселения любой части Вороши Кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы Но жители, походу, изгнаны навсегда, а ООН надо слушаться Вот и стоит такая Припять посреди Фомагусты Я хочу туда залезть Мне срочно надо там ходить по домам Мародерствовать Мародерствовать? Мародерствовать Хорошую жену я себе выбрал Я хочу смародерствовать какой-нибудь антиквариат Какую-нибудь старую игрушечку Какую-нибудь тарелу, ложечку серебряную желать Если там это все осталось Я пошутила, я не хотела говорить на камеру Ну что тут? Где? Ну кто? Кто там? Пойдем посмотрим В принципе ценностей внутри квартала осталось не очень много В первые же дни самое ценное оттуда забрали турецкие военные А на остатках уже поработали местные жители Так сказать, помародерили на славу В 74-м и 75-м годах состоялся обмен населением Турки-киприоты переселились на занятую северную часть Кипра А греки-киприоты ушли на юг С тех пор этот баланс и сохраняется Ну это как бы конфликт, знаешь, социальных сетей Вот оно там и заканчивается Все, что касается местных жителей, честно скажу Есть большое количество людей, которых конфликт этот вообще не коснулся То есть они как жили, так и живут И общаются И приезжают и туда, и сюда И можно, например, там на границах в тех же самых там пиле Увидеть, что люди живут абсолютно нормально рядом А это список шикарнейших, щедрых людей Которые задонатили в пользу этого канала после минувшей серии Ганя, зачем тебе денежки? Мама, ты же знаешь, я не пью Ганя, зачем тебе денежки? Зачем тебе денежки? Я завязал Это все ложь, дикая, наиковарнейшая ложь Ганя, зачем тебе денежки? Зачем тебе денежки? Зачем тебе денежки? Родные мои, на мое вам Также хочу напомнить, что 12 июня, накануне моего дня рождения В Москве, в Баре Культура Состоится моя встреча с подписчиками этого канала Где-то с 6-7 вечера В программе бар, конкурсы, шпагоглотания Ну и далее по ситуации Приходите, иначе зачем мы все это делаем? Северный Кипр вообще, на мой взгляд, очень безлюдное место Вот можно ехать по трассе И встречные машины будут попадаться очень редко Ну и хорошо В безлюдности местных пляжей, да еще и в апреле месяце Есть какое-то свое мудистское очарование Вернемся на несколько минут домой Нам же нужно показать, где мы же вообще живем Но помните, что рум-туры это... Ой, привет Давай по-нормальному, еще раз В эфире программа «Пока все дома» и я, Тимур Кизяков У нас есть гостиная Холодильник есть Стиралка есть Туда все покидал Микроволновка, все самое важное, мне кажется В общем, понятно Говори нормальным мужским языком Радиоточка по парке Все вещи надо делать с любовью Туалет имеется, да И спальня Тут мы с моей гирлой развлекаемся ночами Здесь же нет батарей Гостиная зона Нам при заселении показали, что есть дом 2 Видимо, это важно Еще у нас есть прекрасный балкон Посмотреть на стройку За процессом, так сказать Сколько сегодня сделали, сколько вчера сравнить Перспективы развития Еще раз Стройка бассейн То есть понимаешь, что вот это вот так вот таким будет симпатично Я считаю, что наличие стройки Это как раз говорит о том, что вот буквально через несколько лет Небоскаревы будут стоять Бассейны Ну и морской горизонт Для романтиков Аренда однокомнатной квартиры будет варьироваться от 20 евро в сутки До 75 евро в сутки в сезон Здесь в принципе легко поместится до 4 До 4, не больше Стоимость квадратного метра это 1000 долларов Первая береговая линия будет обходиться в полторы-две тысячи На второй береговой линии в новых комплексах можно найти за 800-900 евро Ваша квартира в стройке будет стоить от 60 тысяч евро Здесь 60-65 квадратов плюс балкон Не будет бытовой техники, не будет мебели Будет дизайн, если вы его закажете Будет кухня, будет сантехник Заработать на ней можно Но если ты купил потенциально интересный инвестиционный вариант Например, комплекс на первой береговой линии Можно продать и хорошо заработать, если ты вложился на этапе котлована Это прям очень хорошо Ну а что же, чем известен Крым? Офшорами и осликами Офшоров здесь мы не видели, а вот эти пожалуйста Ой, блядь Привет Мы тебе морковь привезли Не давай им по целому Он засосал целую морковку, я ее держу Да какой ты мой человек Да, у меня морковь Загораешь хорошо, наверное Зачем ты развесила? Бери Там женщина пошла кормить вас Он меня укусил Ну все, давай тогда, пока Ну вот мы с тобой на наконечнике Вот, 30 минут от самого последнего крупного населенного города на вот северной части Дальше еще пара островов И все И Кипр закончился И Кипр закончился Все, дальше уже только благословенная Турция Столь вожделенная местными жителями Туда остальная часть Кипра И вот мыс апостола Андрея Тот, который рыбачил на причале И доставал пискарей Два флага Флаг северного турецкого Кипра И флаг Турции Электрощитки И, ну естественно, ослиный помет Этого здесь во А вот еще одно прекрасное место для, так сказать, для пикника Для уикендного или будничного перекуса Около церкви, между прочим В закатное время здесь достаточно большая группа киприотских семей Расположились на берегу Мове Тут специально оборудованы места Масса предупреждений о том, чтобы мусор выбрасывали в урны Но не всегда это срабатывает Люди поезжают со скатертями Смотри, кто едет Музыку пусть включат Вот этот вот голубенький шарик Лучше, чем банана Которая сверху Ну это малопознавательная информация для блога Ну берут сразу голубенький, а банан не берут Ты понимаешь, какой процент моих зрителей Окажется именно здесь, чтобы взять вот банану твою Ты можешь, ну как бы, есть менее эротично Особенно на фоне церкви Креста нету Сегодня видим у нас в программе Только самые убогие пляжи Северного Кипра Не надо думать, что везде Так мы просто выбирали места поуединеннее Ну все, внимание туда Креста, 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 креста Ну все-таки думаешь, ну минусы-то какие-то и должны быть для приезжих сюда Соотечественников? Минусы то, что здесь в ходу вся валюта Потому что это не всем удобно Люди, которые сюда переехали и здесь живут и получают зарплату в лирах Сталкиваются с проблемой, что аренда Какая-то крупная техника, машины те же самые, они продаются в валюте Недвижимость та же продается в валюте Отсутствие прямого перелета Для многих нет благ Торговых центров, каких-то развлекательных мероприятий именно на твоем языке Конечно, когда ты переезжаешь, начинаешь шутить английский, турецкий Здесь открывается совершенно другой мир И этот минус можно обратить в плюс На этом все Ставь лайк этому видео Пиши в комментариях все, что хочешь Кроме необоснованных оскорблений За это бан Засылай донат, если хочешь тем самым оценить мою работу над этим каналом Проверяй подписку на этот канал Подписывайся на мой инстаграм Ну и чао Так, надо мне кажется пояснить, что в Ворошу мы, конечно, не лазали Так, нашли какое-то заброшенное здание, в Фомагусте залезли туда А уже монтажом я сделал, как будто это вот в Ворошу Не, не, в Ворошу, не, вообще не вариант Там у людей выходили шикарнейшие штрафы за это Телефон отбирали И еще несколько суток в КПЗ Да нафига мне это все счастье надо?